Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодняшнее семинарское занятие начнем с небольшого отступления, но которое непосредственно отношение имеет к теме нашего занятия и к тем вопросам, которые будете рассматривать уже. Это уже рассматривали. Вопрос пойдет о предложении, об идее на сокращение рабочего дня 8 часов до 6. Вот сзади меня висит замечательный лозунг. Новая почему называется новым везде в обществе? Любая новая идея. Потому что первоначально ее сторонниками являются немногие, может быть даже единицы. Это закономерно, логично. Но как любой росток, он рано или поздно прибивает себе дорогу к жизни. И здесь, конечно, нужно ему помочь. Второй вопрос. Что может сделать численно небольшая организация? Как Красный университет, слушатели Красного университета. Если мы сравним количество слушателей, численность населения России. Совсем немного. Или возьмем Российский комитет рабочих или Рабочую партию России. И вот газета «Народная правда», тираж ее составляет 57 тысяч экземпляров. На 140 миллионов, ну, будем брать все население, 100 миллионов взрослого населения, наверное, совсем немного. Но вот неустанная, постоянная работа, пропаганда, агитация делают свое дело. Вот свежая информация с противоположной стороны, со стороны класса буржуазии. Им никуда не отвертеться, как от назойливой мухи, от этой идеи, поскольку она обоснована. Она идет уже в других странах. Такие небольшие вам небольшая информация. Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб предложила сократить в России продолжительность рабочей недели с 40 до 36 часов. Ну, мы не будем обсуждать что-то, ну, им же нужно подвигаться. Сразу так, революционный неимопыт, но понемножко обязанный. Значит, парламентарий объяснила, что такая практика имеется и в развитых странах и отвечает возможностям российского рынка труда. Вот она приводила пример в Европе, где 36, 35 и даже 32 часа в неделю. Например, в Нидерландах работают не более 33 часов в неделю. Это сами понятны даже. Вот ее цитата. Пора говорить всерьез о сокращении рабочей недели для всех категорий работающих. Сейчас с учетом цифровизации, развития программного обеспечения, эффективности труда, а эффективность труда во много раз выросла. А мы относимся к работникам так же, как относились 50 лет назад. Работники просто выгорают. правильная идея, да? Правильно. на деле защищают интересы работодателей, это мы знаем. Но с трибунта они говорят об интересах народа, интересах работников. Вот как они могут отмахнуться от этой замечательной идеи и сократить рабочие деньги? Нет. Они обязаны блестись в власти. И вот представители ФНПР в лице Михаила Шмакова поддержали идею сокращения рабочей недели до 36 часов за счет уменьшения часов работы в пятницу. Мы не берем это спорный вопрос. Как всегда, хорошие идеи пытаются выигрывать наизнанку, вместо сокращения рабочего дня сокращать один рабочий день или пол рабочего дня. Но в любом случае они обязаны реагировать. Вот местная газета «Санкт-Петербургский дневник», которая раздается бесплатно на станциях Николая, я всегда делаю, вот интересная рубрика «Надо ли сокращать рабочую неделю?» Ну они вроде, так сказать, дискуссионно подошли, но сообщили, что в Государственную Думу внесли законопроект о сокращении рабочей недели в России. С предложением об этом выступил сенатор от Ульяновской области, Рак Гибаддинов. То есть если Дума, Государственная Дума – это одна палата в федеральном собрании, то сенатор – это уже у нас другая. То есть процесс идет. Ну дальше, как всегда, как вводится, как полагается им дать две альтернативные точки зрения. Одну представил Александр Рожанинков, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, ну один из бывших руководителей комитета администрации города. Ну в всяком случае он поддержал эту идею, потому что это как бы требование времени. А вот противная сторона в лице Дмитрия Гавра, профессора Санкт-Петербургского государственного университета, политолога. Вот, прошу запомнить. На кого он на фокусе? Не написано. Я читаю то, что есть. Вот тот выступил против. Да, вы правильно сказали. Причем послушайте, какое обоснование. Ведь за этой идеей стоит экономическое обоснование. Оно изложено в трудах, скажем, профессора Золотова. Целая книга была написана. Пожалуйста. И там доказано, что уровень производительности труда, он за сто лет вырос настолько, что он позволяет спокойно сократить рабочий день до шести часов, без того, чтобы люди там испытывали нехватку продуктов питания и прочее, прочее. Всего уже производится достаточно. Вот, видимо, очень, ему очень не нравится эта идея, профессор. Но я могу сказать, как бывший преподаватель, у меня был замечательный рабочий график. Я не обязывал приходить и восемь часов, быть на рабочем месте. Я отвел занятия и свободен. В отпуску всегда летом. Как и сейчас вспоминаю, 6 июля я, извините, и в отпуск. 1 сентября, ну, может быть, 31 августа появлялся на кафедре, у нас была первая кафедра и так далее. То есть замечательные условия преподавателя. И он, может быть, он, наверное, думает, что у всех так. Что никто не трудится по 10, по 12 часов. Никто в шахте не работает. Уголь у нее, так сказать, туннели не пробивает. Возможно. Значит, попытка его следующая. Он ссылается на Европу. Вот и говорит. Да, там действительно где-то 35 часов работают. В среднем 35, где-то больше, где-то меньше. Ну, 35 часов. И это привело к очень плохим последствиям. Я его цитирую. Европейский работник крайне избалован. А это результат многократного сокращения рабочей недели. Марайся и басни. Значит, сей политолог противник сокращения рабочего дня, поскольку он считает, что в результате этого российские рабочие и российские работники будут избалованы. Какие дела? Вывод. Любая идея, если она соответствует времени, отвечает объективным условиям и поддержана, пускай небольшими, по численности, организованной группой, активной действией в печати, в интернете, там, где можно. Она прибивает себе неизбежно аэробу. Итак, переходим к нашему семинарскому занятию. Дорогие товарищи, докладываю вам обстановку. Проверены все контрольные работы, которые поступили по состоянию на сегодняшнее утро 7.00. Это порядка 30 работ. Будет проверено, не бесплатно. Даю общую оценку. Она позитивная и положительная. Я наблюдаю очень хорошую тенденцию. Ну, если, скажем, брать 10 лет назад, встречались работы, когда слушатели переписывали кое-что из учебников. Причем учебников, можно брать, скажем, период СССР. Они такие опасные. Там есть что-то правильное, есть что-то корень неверное. Ну, не в этом дело. Просто все это бросалось в глаза. Затем это начало сходить на нет. И было видно, что люди самостоятельно читают рекомендованную литературу, слушают лекции, обсуждают, перерабатывают в голове и дают свои ответы. В чем ответы и правильные есть, есть и ошибочные. Значит, это тоже позитивно. И мы, скажем, будем рассматривать, поскольку в споре рождается истина. Так что вот из этих 30 работ все работы оценены положительно. И опять повторюсь, что это видно, что это результат самостоятельной, думчивой работы слушателей. Итак, мы с вами должны, наверное, есть поговорка «Повторение, мать учения». Давайте мы вспомним. Лекция у нас называлась «Этапы развития капитализма». Мы должны сегодня обсудить в конце семинарского занятия как бы объективные, субъективные условия перехода к социализму. Вот мы должны сейчас обсудить этот вопрос. Для начала вспомним, что такое империализм. Кто может сказать? Мне кажется, очень хороший вопрос. И ответ состоит из двух слов, если короткий. Пожалуйста. А вот представьте еще раз. Меня зовут Леонова Александров. Что такое империализм? Это высшая стадия капитализма, а именно монополистический капитализм. Краткость – сестра таланта. Совершенно правильно. Иногда, когда читаешь особенный интернет, что-то там смотришь, чего только не наслушайся, когда говорят о империализме. И в большинстве своем империи – это вот такая большая страна, которая кого-то захватила, закабалила и так далее. Но исторически – да. Когда у нас возникли империи? Еще, наверное, в эпоху рабовладения. Были в феодальном обществе. Римская империя, Германская империя, Российская и так далее. Но понятие империализм, как научное понятие, историческое, оно соответствует эпохе, точнее, периоду развития капитализма. А капитализм у нас зародился и возник в эпохах, наверное, 400-350 лет назад. Прошел период свободной конкуренции, и на рубеже 19-го и 20-го веков, это 100 с небольшим лет назад, он перерос в свою высшую стадию. И центральный центр вот этого перерастания является переход свободной конкуренции в монополию. Монополия – это такие большие, крупные капиталистические предприятия, которые захватывают рынки сырья, вытесняют всех конкурентов, рынки сбыта и диктуют свою волю всем остальным. А все остальные – это кто у нас? Прочие капиталисты, мелкотоварное производство, не монополизированный сектор и целом населения. Итак, первый вопрос. Те, кто отвечали, ответили правильно. Ну вот я прочитаю один ответ, а вы постарайтесь оценить их. Империализм – это политическое и экономическое господство страны или стран над другими, ведущее либо к установлению иностранного правления с помощью силы, либо к экономической эксплуатации. Также империализм может характеризоваться созданием колониальных империй, борьбой за гегемонию и созданием транснациональной финансовой олигархии. Как бы вы оценили? Вот можете вы? На слух. Вообще признаки империализма в принципе назовны. Вот давайте еще раз прочитаю. Первое определение. По-моему, как всегда, дается начать. А дальше идет расшифровка. Империализм – это политическое и экономическое господство страны или стран над другими, ведущее либо к установлению иностранного правления с помощью силы, либо к экономической эксплуатации. Чего здесь нет? Нет главного? Нет главного, конечно. Потому что, вот если мы уберем политическое и экономическое господство какой-то одной страны или нескольких стран над другими, так это было давно. Это было феодальное. Было в феодальном обществе такое? Крупные, более сильные государства порабощали другие, конечно. Рабовладение было такое? Было. Рабовладение. Да. Поэтому здесь, да, все правильно, только надо добавить. Не какой-то стороны, да? По стороне, скажем, господствует финансовый капитал и так далее. То есть обязательно вот здесь отсутствует вот эта коренная чарта. А так все дальше, конечно, правильно. Итак, признак империализма. Вот это короткое определение. И те, кто читали Владимира Чаленина, наверное, вот вы читали, обратили внимание. Неоднократно это подтверждает. Но затем в конце, ближе к концу работы, он о чем говорит? О признаках империализма. Признаки в начале того. В начале с даривкой. Какие признаки империализма? Первый – это конкуренция производства и капитала. Признаки империализма. Приходят до создания монополии. Совершенно верно. Вот первый, ключевой, основной признак империализма. Свобода конкуренции сменяется монополией. Это взяло из работы Коксона в 1902 году империализм. Да. Это крупный английский экономист. Женат. Это фундаментальный труд империализма. И второй был еще Гильфердинг. Финансовый капитал. И эти две работы Владимир Чаленин особо отмечал в своем империализме, как выше стадии, как Талей. Идем дальше. Первый признак есть. Дальше. Дальше идет слияние банкового капитала и производственного капитала. Только не производственного, промышленного. Промышленного. И не просто банкового, а какого? Монополистического. То есть вот этот процесс монополизации, ведь посмотрите, признаки империализма не такие, что можно вот мы оторвать на кусочки. Здесь один развесит, здесь другой. Один вытекает из другого. Если, давайте еще раз так подумаем. Происходит смена свободной конкуренции монополий. Монополия где образуются? Везде. Так ведь? В промышленности. Значит, какие образуются монополии? Промышленные. А в банковской сфере тоже ведь идет процесс монополизации. Значит, какие монополии? Банковские. Поэтому происходит не просто слияние банков с промышленными капиталами. Нет уже ни банков, они были тогда свободной конкуренции, ни промышленных, а их банковские монополии. Точнее, банки остались, но они роль уже не играют. А есть крупные банки, крупнейшие банковские монополии, которые диктуют волю. И происходит сращивание промышленной монополии. И то получается в результате. Образуется финансовый капитал. Финансовый капитал. Вот научное понятие финансового капитала. Банковский монополистический капитал сросшийся промышленным монополистическим капиталом. Ну, при определяющей роли банковского капитала. А вот финансовые олигархи, это кто такие? Финансовый капитал. Финансовый капитал. На этом мы говорили. Это просто. Ну, смотрите, вот все вытягивается одно из другого. Вот здесь был финансовый капитал. Мы отдали определение. Теперь от него идем. Финансовый капитал. Значит, финансовый олигархи, это кто такие? Капиталисты. Не просто капиталисты. Финансовый капиталисты. Вот представители вот этого финансового капитала. Вот как в науке логике Гегеля. Как он построен. Развивается. Гегель дает категорию, да? И раскрывает. Раскрывает. А дальше он идет как? Вот он что-то получает, так? И дальше он что идет? Тут куда-то перескакивает. А давайте это заводим, выкинем, возьмем другую категорию. Нет. Он к чему пришел, с этого начинает. Как построен капитал Маркса? То же самое. Вот он берет элементарную клеточку «товар». Начинает рассматривать. Товарь потребитель, что это, вещь, как благо. То есть потребительная стоимость. Потом стоимость. И все дальше идет. До последних развитых категорий. У Ленина Владимировича то же самое. То есть вот монополия, процесс, монополизация. Он идет в сфере промышленности, образуется промышленная монополия. Идут процессы обращения, образуются банковские монополии. Они сращиваются. Образуется финансовый капитал. Вот к этому пришли, от него и дальше идем. А представители финансового капитала кто? Финансовый, да. Дальше. Приоритет вывоза капитала вместо вывоза товара. Совершенно правильно. Почему это происходит? Мы к чему пришли? Вот вы пришли. Вместе с Владимиром Чемлининым. К финансовому капиталу, да? Вот давайте порассуждаем. Финансовый капитал, это банковский монополистический капитал, сросшийся с промышленным монополистическим. Монополия это что? Такие крупнейшие предприятия, которые захватывают, захватили все, практически все. Все рынки сырья здесь, все рынки избыта, ну все, они повелевали. Но это в этой стране. Дальше так. А сущность капитала какая? Есть пределы самовозрастания? Самовозрастания капитала есть? Нету. Есть у него миллион долларов, у него какая у него? Ну то, что требует? 100 миллионов получили. Когда 100 миллионов, что? Миллионарды есть? Есть? Нету. И у финансового капитала нет пределы. Сущность у него такая. Но внутри страны он же это получить не может. Поэтому вот эта сущность, куда его толкает? На внешний рынок. На внешний рынок, совершенно верно. И вы правильно сказали. То, что капитал выходит за границу, и там на эти деньги строится предприятие, где производится продукция, производится привлечная стоимость, и она присваивается этим финансовым капиталом, называется вывозом капитала. Но сначала, в эпоху свободной конкуренции, характерен был вывоз товаров, это обычно торговый, между странами, но было еще в средние века, и промовладение. Вот вывоз капиталов, когда он приобретает решающее значение, вот тогда можно говорить о том, что идет процесс перерастания капитализма, свободной конкуренции, монополистический капитализм. Заканчивается на этом процессе. Само собой образуются монополистические союзы для освоения мира. Как-то так мягко. Освоение позитивное носят, освоение природы, освоение севера, дальнего востока. Освоение космоса. Да, да, да. Освоение космоса. Для деления. Вот поделение, деление, да, на сферу влияния и высасывание прибавочной стоимости всего оттуда. То есть финансовый капитал крупнейших стран. Вообще вот этот процесс идет во многих странах, которые достигли известного ступени развития стран. Я не знаю, сколько было всего стран капиталистических в конце 19 века. Тоже много. Десятки, если в суть. Даже колонии. Десятки. Наверное, десятки, да? Ну вот этот процесс шел. Но одно дело, вот этот огромный финансовый капитал, скажем, Германии или Великобритании. Или какой-то маленькой стране. Ну, это же, как по сути, разных весовых категорий. Поэтому финансовый капитал крупнейших стран, он обладает и размерами, и мощью, необходимой, чтобы закабалить другие страны. Да, в том числе и есть маленькие, почетимые, да. И прессию через вывоз капитала. И в какой-то стране, куда направился вывоз капитала, германский капитал, капитал Соединенных Штатов Америки, Великобритании, что они там? Сталкиваются, идет экономическая и военная борьба. Идет, сначала делят мир, а затем переделывают эту борьбу постоянно. Вот у Ленина замечательная такая формулировка, красивая, что вот эти союзы империалистов. Знаете, были союзы, там, Антанта, помните, Твойственный союз. Это лишь временная передышка перед войнами. Экономически поделили мир. Дальше что? Чем заканчиваются дела? Дальше оканчивается делением мури. Территориально. Ну, вывод. Что значит, не, ну, что значит поделили мир? Как? Образование, что, колонии. Образование колониальной системы. То есть не просто экономически. Вот пришли туда, там у правительства просили разрешения, вложили капиталы, построили завод, а выкачивали прибавшую стоимость. Это вам мало. У него это войска, всех выкидывают и ставят свою администрацию, метрополию. Это уже колония. Вот как раз тот период, весь, практически весь третий мир, был поделен между крупнейшими, используют такие формирующие между великими державами. Просто работа выходила в период когда нельзя было писать. Там была цензура. И Владимир Ильич Ленин в одном из своих отступлений, это отмечает, уже после революции, великий державе. Имеется в виду страны-империалисты. Вот они поделили мир. И там было либо колонии, либо полуколонии. Крупнейшие страны, например, Китай, Китай, там еще. Ну, а тех, кто были независимы, практически было не было. Все, сформировался. Капитализм перерос. Полз туда. Через конкуренцию, борьбу, экономическую, военную, свою высшую стадию, монополистический капитализм. Он же империальный. Давайте вот мы спасибо большое и дадим оценку некоторым ответам. Значит, вот такое понятие финансового капитала дается одним из слушателей. Поглощение промышленного капитала банковский и образование финансового капитала. Поглощение промышленного капитала банковский. Нет. Сращивание. Сращивание, поглощение, это разные вещества. То есть банковский капитал не поглощает промышленное. Если бы он поглотил, то не было бы промышленного монополия. Не было бы промышленного монополия. Все-таки они составляют сейчас учительный экономический мощь, больше, наверное, банковских систем, в целом, если брать. То есть это неточность. Идет сращивание. А сращивание, что значит сращивание? Вот у Ленина, вы, наверное, обратили внимание. Сращивание методов очень много. Пожалуйста. В систему участия банк приобретает какой-то пакет акций промышленной монополии. Все имеет право участвовать в управлении этой монополии. И представитель банковской монополии ставится на пост членов совета директоров промышленной монополии. А в промышленной монополии, наоборот, банк, Волис, наблюдательный совет, или совет директоров, или правление, представитель промышленной монополии. Вот такое, пожалуйста. Ну, а самое простое, это что? Кредитование. Конечно. Если банк, мы эти примеры на прошлом занятии рассматривали. Я повторяться не буду. Если банк предоставляет кредит какой-то компании, считайте, что эта компания повязана уже будет. Крупный кредит, конечно. На большую сумму. Нет ни того ближе к кредитору. Да. Можно так сказать. Следующее. Финансово. Я пока называю те ответы, которые требуют внимания. Финансовая олигархия, пишет один слушатель, это монополистический буржуазный класс, занимающийся развитием финансового капитала. В чем здесь неточность? Здесь не показано, что именно произошло слияние банковского и промышленного прогресс-постового. Нет. Есть понятие класса. Класса – это большие группы лиц, различающиеся и дальше по списку. По месту системы. Например, в системе общественного производства по отношению к средствам производства и так далее. Большие группы лиц. И в капиталистическом обществе есть два основных класса. Это какой класс? Ну, на одном пуле есть класс равных рабочих и класс буржуазии и класс капиталистов в целом. Есть мелкий товаропроизводитель. Класс мелких товаропроизводителей. Так вот, финансовая олигархия, она не представляет класс. Это внутри класса капиталистов, внутри всех капиталов выделился монополистический капитал, который играет, ну, задавил остальных и диктует свою волю. Представитель этого финансового капитала является финансовая олигархия. То есть, это часть класса. Часть. Это важный вопрос для понимания, потому что некоторые публицисты, люди, которые меня от себя приветят, и прочее, прочее, бросают с трибуны. Вот у нас здесь пранят класс олигархов. И, во-первых, не классов, во-вторых, олигархов, то у нас настоящих в России нет. Ну, просто сказать с трибуны, что класс капиталистов как-то не солидный, не будут слушать. А вот сказать проклятые олигархи, это, наверное, звучит. Я сорганизировал. Идем дальше. Вот совершенно правильный ответ мне понравился, Дмитрий Михайлович Кононов дает. Вывоз капитала. Вывоз избыточного капитала за пределы страны с целью получения прибыли. Можно назвать маркером того, что капитализм перерастает в свою монополистическую стадию переходит в империализм. Такое новое слово, маркер. Все такое выделяется, да? Как бы отмечаемое. Вот, хорошее сравнение, мне показалось. Переходим к вывозу капитала вывоз капитала превышает вывоз товаров из страны. Правильно это, Ленин? А вы правильно сказали? Превоз ты отреждаешься? Вот, совершенно верно. Ленин очень глубокий ученый, он посмотрел статистику и то, что, скажем, выпуск капитала не превышает вывоз товаров. Он привлекает решающее значение. Решающее значение. В чем оно выражается? Ну, что такое вывоз товаров? Вот, я представил, одной стороны, вот, граница, и на другой, вот, мы договорились, товары перевезли, вы заплатили. на завтра наоборот. После завтра вы мне не понравились, цены не те, что я пошел в другую страну, и все, и прекратилось. А вывоз капитала, это что такое? Это когда капиталы из этой страны переходят туда, на эти деньги, на эти капиталы, точнее, строятся заводы, это же надолго, на этих заводах трудятся рабочие другой страны. Из них они создают прибавочную стоимость, которую присваивают, представители финансового капитала в другой стране. Это серьезно и надолго получается. Вот он. И когда это не единичные факты, а уже система, можно сказать о том, что капитал приобретает решающее значение. Так, идем дальше. Так, ну и все. А, какие страны сегодня можно отнести империалистические. Вот один из авторов, один из слушателей написал, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, страны Западной Европы, Япония. Без Японии. Ну давайте. Что значит страны империалистические? Это важное понятие, и многие путаются, и путают других. То есть вроде бы весь мир капитала, весь без исключения перерос и вступил в свою монополистическую стадию еще сто с лишним лет назад. Все страны. Вот сегодня в мире капитала 200 с лишним государств. Но они не все империали. Совершенно верно. А какой здесь критерий? В чем здесь? Ну, скорее нет. Скорее захвата рынков Ну, сложилось такое разделение труда, я в кавычках это слово возьму, когда крупнейшие капиталистические государства, крупнейшие, те государства, чей финансовый капитал вот вышел за пределы и давит, грабит, закабалил другие страны через вывоз капитала, через другие инструменты их десятки, сотни, вот как щупальцы спруда. Вне две страны. Именно эти страны можно назвать собственные империалистические. Все страны входят в мир империализма. Все они составные части этого мира империализма. Но собственные империалистические хищники, империалистические разбойники это эти страны, которые вот крупные государства, которые драгивают людей. У дел остальных не дают подчиняться. имеют право называться на данный момент империалистической деятельности. наказательной сегодня. Вот на каком основании? Вот берете эти признаки и подряд все начинаете смотреть. Вот давайте Соединенные Штаты Америки. Есть? Давайте. Отнесем Соединенные Штаты Америки? Да? Великобритания. Великобритания. Есть. Страны Западной Европы. Там наверное полсотни стран. Вот могут эти страны. Они как союз стран. Вот союз стран. Это во-первых это уже мы пошли дальше рассуждать в совершенно верном направлении. Это союз государств. Вообще в капиталистическом мире может быть союз равноправный государств. Там есть заправила. Там есть как минимум две ведущие державы страны ЕС. Какие? Правильно Германия Франция совершенно верно. Они определяют все. Вот их в Великобританию не входит. Мы ее назвали отдельно. Они там заправляют всем. И они решают. Они делают погоду. Их можно отнести. Япония. Вот Владимир Член в своей работе относил и назвал новой империалистической державой. Поскольку она там была развитой и уже вот так вот щупальца своей распространила на ближайшие регионы. Но вот сейчас на мой взгляд разделение сил несколько поменялось. Я это на лекции говорил, могу сейчас еще раз повторить. Все-таки империалистическим центром является Единая штатами остальные Япония и Германия и Франция и Великобритания плывут в фарватере американской политики. Я иногда привожу такой пример жизни природы. как есть акула хищник целью выследить какому-нибудь жертву и раскромсать. Вокруг у нее плавают акулы поменьше. Прилипалые? Совсем прилипалые. Поменьше акулы. Вот какое у них соотношение сей? Ну понятно, что если крупная акула, так она если задеваешься, она тебя проглотит. У них между собой есть временное мирное соглашение. Те-то загоняют жертву, те-то окружают, это кромсают и потом все это на куски германии и так далее. Здесь приблизительно такое отношение. Итак, историческое место империализма. Вот вы начинаем с вашего но это совершенно правильно. Это высшая и последняя стадия капитализма. А чем характеризуется историческое место капитализма? Не его поменяется, параллельно. Нет, историческое место, это повторительно, повторение всегда полезно. Это прежде всего монополистический капитализм. Раз. Второе, вот вы читали Владимира Ленина и должны помнить, что есть такая хорошая характеристика, паразитический. Паразитический. А почему? Давайте след посмотрим. Вывоз капитала Владимир Ленин, кроме того, что он глубокий ученый, блестящий публицист. Такие находят формулировки и сравнения. Вывоз капитала паразитизм в квадрате. Почему? Потому что капитал это есть кто? Паразит. Потому что он высасывает соки прибавочной стоимости из тех, кто создает ее. Ничего не отдавать за нее. А вывоз капитала почему паразитический в квадрате? Потому что не только из рабочих своей страны высасывается прибавочная стоимость, из рабочих других стран. И вот находим третий признак рантье. Кто такие рантье? Это французское слово. Это лица совершенно отделенные от участия в каком-либо предприятии. То есть лица не работающие. Они живут на проценты от капитала. То есть они не работают, не трудятся. Но они куда-то положили капитал, например, в акции, получают дивиденды. И основная их деятельность или профессия, в кавычках назовем, праздность, вот вот такие рантье. И кстати, французский империализм Владимир Челябин характеризовал как ростовщичество. Французский не давал много займов, в том числе России. Так все было повязано с ростовщичеством. Дальше идем тенденция к застою. Ведь что такое монополия? Вот капиталисты, их много, да, чтобы выжить, они вынуждены что-то там шевелиться, трудиться, предпринимать какие-то действия, повышать производительность труда, новые ножества носить, и так далее, и тому подобное. Ну а когда один капиталист побил семь других, и вот он вот такой. Толстый, андрявший, вот. Зачем повышать производительность труда? Он и так все получает. Он получает не просто прибыль, он получает не среднюю прибыль, а монопольную прибыль. А сфер прибыль? Куда входит монопольная прибыль? За счет своего монопольного положения, где он диктует цены на сырье, диктует цены на свой продукт. И получается тенденция к застуну. Вот Владимир Владимирович Леевнов очень аккуратно сказал, тенденция, потому что противоположная тенденция, как конкуренция, она все равно остается. И последнее, это вот мы уже подходим к важному вопросу. Из сфер прибыли можно подкупать рабочих вождей и верхнюю прослойку. Ее называют рабочей аристократии. Это слой обуржуазившихся рабочих, главная опора буржуазии. Или такая формулировка агенты буржуазии в рабочем классе. И такая тенденция получила развитие именно в период монополистической капитализма. И мы видим на нынешних примерах. Вот второй характеристик монополистического капитализма и наконец третье. Это переходный к новому строю. Или как вы правильно сказали канун социалистической революции. Кто будет сказать или пояснить в чем здесь дело? Что значит канун социалистической революции? Вот как объяснить если посмотреть на тенденцию экономического развития монополистического капитализма? То есть неравномерная развиванность получается? Это вторая страна. Пока были общие тенденции монополистического развития. То есть вот были многие капиталы, ряды капиталов. Наконец остались монополии. А дальше то к чему дело идет вроде как? Какой-то единый монополий. Тенденция к одной единой монополии. Но прийти к этому не может в рамках капитализма поскольку то что и сидит в самых глубоких и фундаментальных чертах товарное производство конкуренции она остается. Вот в этом противоречии идет развитие. Но как бы развитие монополистического капитализма подводит его к такой черте когда дальше чему? И вот один из авторов написал очень замечательный вывод. Явно читал именно. империализм или государственно-монополистический капитализм есть канун социалистической революции. Между империализмом и социализмом нет других этапов. А социализм есть не что иное как государственно-капиталистическое монополие но обращенное на пользу всего народа и постольку переставшее быть капиталистическим монополием. Замечательное билетическое формулирование. Ну нет других этапов уже. Нет. Последний вопрос перед переживанием. Вот оно само по себе придет или нет? А почему? Попробуйте. Это было бы хорошо. Мы сидели здесь бы читать. Я бы лекции читал. Вы бы слушали. Еще лет 50 назад в литературной газете мне понравилось такое отношение между писателем и читателем. Ну это с точки времени юмора. Писатель подписывает, читатель подсчитывает. Не будет такого. Изменения происходят всегда сочарообразно получается через революцию. Мы сейчас живем в такой период. Как раз таки противоречие революции и контрреволюции. Качество изменения перехода к новой экономической формации не происходит эволюционно. Они происходят революционно всегда. Ну в общем в виде совершенно правильный ответ. Ответ совершенно правильный. Знаете, что здесь надо видеть экономические предпосылки. Объективные и субъективные. Экономические предпосылки. Новая формация как вызревает? По-разному. капитализм он внутри феодализма вот он расцветал феодолев с аристократией с выездами с дворцами а внутри уже родился и развивался в городах капитализм сначала на ремесленном производстве то есть экономический уже он был капиталистов был только потом когда расправил снес голову аристократии и шел к власти захватил власть а вот социалистич коммунистические производственные отношения в недрах капитализма не развиваются это был общий такой теоретический руд сделан еще Марсом Эннексом когда коммунизм был еще далеко много десятилетий Владимир Ленин когда анализировал монополистический капитализм уточнил да это так но за исключением наиболее передовых производственных отношений возьмем банки банковскую систему что такое банковская система если брать в целом чем занимаются банки они обслуживают производство через сферу обращения есть такая у Владимира замечательная сравнительная формировка банки это центры общественного счетоводства можно и так сказать нервные нервные узлы экономики и вот когда советская власть пришла у нас в 17-м году зачем униставлять банки пускай они обслуживают производство например почта она чем занимается она в рамках всего всей экономики всей страны выполняет важные функции вот готовая система но это исключение а так конечно не вызревают и социализм надо строить это первая такая сложность насчет объективных предпосылок мы говорили с вами но нужны еще субъективные субъективные предпосылки это что такое в недрах капитализма кроме вот этих объективных предпосылок должно быть что-то материальная сила которая совершит переворот в этом после производства какая материальная сила кто это рабочий но сам по себе рабочий класс может подняться до уровня экономической борьбы борьбы за повышение заработной платы за учение условий а для того чтобы совершить свою семейную историческую роль нужна партия то есть авангард рабочего класса и этого мало еще должна быть должен быть такой момент наступить в развитии страны ну когда вот образно Владимир Владимирович говорил когда вот верхи не могут направлять по старому низу еще уже не могут дойти еще вот такая переломная черта она называется революционной ситуацией так что не все пока зависит от нашей работы но мы ее как говорится вместе делаем должны делать так делаем перерыв так дорогие товарищи у нас второй час вопросов дискуссии если будут я бы хотел остановиться еще на одной проблеме нас слушают нас смотрят реагируют вот вот такая очень сердитый ответ колпатини он пишет следующее я опускаю там эмоции эпитеты кто не читал мы пытаемся суть выедет что он нас поругал и писал что изучать надо пути развития общества развития науки новую НТР НТР расшифрован это научно-техническая революция восклицательный знак шестой технологический уклад два восклицательных знака как это все вписывается в переход социализма три восклицательных знака поскольку мне это знакомые все эти интенции все эти позывы остановимся на них я решил послушать может это случайно эмоционально вот на одном сайта фрой.тв я обнаружил следующее само это как Покиде говорит само развитие экономики технологической революции цифровизация искусственный интеллект роботизация подразумевает под собой совсем другое развитие производственных сил у человечества освободится масса новой энергии он делает небольшую ставку я имею в виду конечно не все человечество Африка понятно не освободится но по крайней мере в передовых странах мы рассматриваем капитализм капиталистический способ производства это что такое есть понятие то есть марксизм ну давайте начнем издалека марксизм это наука а наука это что такое система знаний система это когда много и категории они связаны в одну цепочку одна вырастает из другой начиная с простейшей приходит в самой сложнейшей системе там нельзя ничего выдрать оттуда и выкинуть все разрушится анасистем второе знание то есть оперирует наука тем мнениями вот взял выгонял одно другое понятие понятие это что такое вы уже науку логики я лет изучаю три сущности ну да ну первая книга это учение бытия есть бытие правильно бытие это что такое непосредственное вот смотри вот непосредственно перед тобой а вторая вторая дальше сущность совершенно правильно сущность это что такое это отрицание всей сферы бытия это то что не лежит на поверхности для того чтобы осознать понять раскрыть сущность надо вот поширить мозгами отрицать это бытие и сущность это уже даже те люди которые не читали науку логики и диалетику они по сути что такое глубокое серьезное основатель лежит глубоко так а понятие это третье ну после того как мы постигли сущность чего-то дальше-то куда вы снова поднимаетесь наверх одна верхушка у нас бытие но не то бытие которое было непосредственно а то бытие которое обогащено сущностью и через это бытие Михаила Сеевича просвечивает просвечивает сущность это понятие вот чему не верю так вот в марксизме понятие система понятия она как бы формирует марксизм как наука есть ключевые понятия такие например капитализм если говорить капитализм капиталистический способ производства способ производства это что такое это единство производительных сил и производственных отношений единство производительных сил и производственных отношений вот здесь сразу когда это единство возникает противоречие между ними а если противоречие источник саморазвит и все такое вроде мертвых пошла жизнь производительные силы это что такое это средство производства и сам человек со своими умениями Средства производства, штанки, оборудование, то, что на этих станках делается, вот она, вся техника. То есть производительные силы, да? Повторяю, человек и средства производства, техника, короткие. А здесь производственные отношения. Производственные отношения – это отношения, которые возникают в процессе производства между людьми. И их единство составляет способ производства. Вот базовые понятия. Вот на той стороне, на стороне буржуазии, там никто не понимает, что Кармас заложил такую мину под существование, да, что в Сандарахе так ничего не останется от них. И, понятно, к делу были привлечены масса интеллигентов, профессоров и прочих, которые, задание я как бы не дискутрирую, испровергнуть Марса. Была сделана масса попыток. Это отдельный разговор, критика и буржуазных теорий. Но одно из направлений, вот эти производственные отношения, это самая такая скользкая, нехорошая тема, как-то за скобки вести, вот все их убрать. Потому что производственные отношения, капитализм – это что? Товар, стоимость, прибавочность стоимости, которые присваиваются капиталистам. Вот надо это выкинуть, чтобы кто не знал, рабочих. Нет, вот и все. А производительные силы давайте оставим. Технику оставим. Ну что, вот он, техника, вот установка. Чем он мешает? Человек работает. Все работает на дороге. И вот это направление, скажем так, получило определенное развитие. Буржуазные мысли. И это те, кто занимаются защитой буржуазного строя, получили название апологеты. И здесь апологетика. Кто такой апологет? Это защита. Апологет капитализма, защитник капитализма. Одно из направлений. Вот их науки марксизма, вот постарается вот это, выкинуть вот это опасное производственное пошиво. Оставит только вот это. Компания. И вот когда я почитал вот эти сентенции, вот он повторяет слово-слово. Вот то, что это не его новость. Это то, что было еще 50-е, 100 лет назад. Ну, просто добавляет те термины, которых не было, конечно, не варим, на марсе, в начале века. Цифровизация, искусственный интеллект, роботизация. То есть он предлагает нам не заниматься тем, чем мы здесь занимаемся изучать марксизм наинизм, а изучать только вот это. Развитие производительных сил. Я еще повторюсь, он так и пишет. Изучать развитие науки, новую научно-техническую революцию, шестой технологический уклад. И это все вписывается в переход к повторению. То есть человек, значит, предполагает, не намекает нам, не надо заниматься тем вопросом, на котором занимаетесь. Изучаем производственных отношений, выявлять их сущность, как там идут противоречия, кто с кем борется, что нужно делать. А вот изучайте вот эту технику, само по себе. Это что такое, вывод? Вот такие предложения. Это вся политика капитализма. Ну, как бы с прибавлением новых слов. Вот вам не нравится, что вас заставляют работать, да? Вы работаете 10 часов, 12, вам зарплату мало платят? Вы то что, хотите сокращать рабочий день? Хотите создать профсоюз, заключать селективные договоры, советы создавать? Не нужно это делать. Вот поизучайте, как идет развитие искусственного интеллекта и роботизации. Потерпите немножко. Придут роботы, все будут делать. Вы будете лежать на диване, обливать потолок. Все будет замечательно. Вот, я несколько, может быть, огрубляю, иронизирую. Вот он классовый смысл, вот тех людей, которые пытаются навязать в этот товарищ. Переходим к вопросам. Может, у кого-то есть желание выступить? Нет, да? Не, она есть вопрос? Да. Здравствуйте, на лекции называлось «Четыре монополии в России» – «Сберг», «Скром», «Руснефть» и «ОПЛ». Как «ОПЛ» и «Руснефть» могут быть монополистами, если они делят однонеченную сферу? Давайте уточним. Не совсем так. То есть в России не четыре монополии. Это четыре монополии российские, которые входят в список 500 крупнейших мировых монополий по своим размерам активов. Вот и все. Это первое. Второе. Монополии и развитие вот этого процесса монополизации не означает, что в каждой группе они придут к тому, что в какой-то отрасли будет только одна монополия. Ничего подобного. Не обязательно. Это могут две монополии, три, пять монополий. Это жизнь показывает. И тот процесс, который идет в конкретной стране, в конкретных отраслях. Ну что у нас там нефтяной отрасли? Сколько у нас предприятий, которые можно назвать монополиями внутри страны? «Руснефть», «УКОЙ», наверное, еще какие-то поменьше предприятия. Ну вот и монополия. Вот скажем, во всей Западной Европе, во всей, где у нас есть страны империалисты, такие как Великобритания, Германия, Франция, в сфере производства широкофюзилляжных пассажирок и самолетов. Сколько монополий? Одна. Вообще одна. А в Соединенных Штатах Америки? Так, Аэропорс, Аэропорс. Тоже одна Боинг. Вот они воюют между собой. А в каких-то сферах, возможно, есть и пять, и шесть монополий. То есть это не принципиально. Это жизнь показывает. Экономическое развитие. Пожалуйста. Получается, что монополия не обязательно, когда всех, например, подъем. Нет, конечно. Такой капитал, который может оказывать влияние на рынок. Да, существенное влияние. И диктовать свою волю, да. И, как показывает практика развития процесса монополизации, между этими крупнейшими капиталистами есть горы. Вот посмотрите, формула развития монополий. Там простейшие были. Пулы, картели. Просто монополий сохраняли. Капиталисты сохраняли свою юридическую, коммерческую, экономическую самостоятельность. Они договаривались только о ценах и продажах. И так далее. Их много-много-много таких. Уничтоженные карты сейчас. Но это между странами. То есть не обязательно, что развитие приведет к обязательно одной монополии. Нет, конечно. Даже от такого комбинации олигархолия, в общем, называют, когда есть нет. Да, можно и так. Есть такой-то экономический результат. Дайте, пожалуйста, обедление олигархам. Олигарха? Да. Настоящий олигарх. Значит, давайте так. Олигарх – это представитель финансовой олигархии. Устраивает вас? Не очень. Финансовая олигархия – это представитель финансового капитала. Финансовый капитал – это банковский монополистический капитал, сросшийся с промышленным монополистическим капиталом при определяющей роли первого. Капитал – это самозрастающая стоимость. Мы пришли, как говорится, начали плясать от песни, мы пришли обратно пути. Капитал – самозрастающая стоимость, а капиталист – это кто? Персонифицированный капитал, вот такой термин у Марса есть. Или представитель, человек, который олицетворяет и воплощает себе этот капитал. Как живой человек, ну, как живой существенной. Возможно ли, что на данном этапе наука и техника развелась для того, что правящие гидроки снова, возможно, перейдут к обладельческому производству? Нет такого момента. Здесь делаем не в развитии науки и техники, а в системе производственных отношений. Все такое рабовладение. Когда есть рабовладельцы на Дом-Полис, собственники средств производства и, как говорят, не говорящих орудий труда, и собственники, говорящих орудий труда, и людей, которые являются рабами. Знаешь, я извиняюсь, если человечество это не какая-то ядерная война или еще что-то и все заново начнет развиваться, то вполне возможно такой путь. Но это движение, как предполагается, в вопросе, конечно, нет. И феодализму не придет. Вы дали определение о Ливах. Как тогда правильно называть российских миллиардеров? Это капиталисты. Крупнейшие, крупные капиталисты. Крупные, крупнейшие все. Значит, в России не сложился финансовый капитал в своем понятии. То есть по названию у нас есть финансовый капитал, есть финансово-промышленные группы. То есть финансовый капитал, как, скажем, если брать, повторить по названию, там, банковский капитал, срушившийся промышленный. И то я бы даже поспорил. Вот мне пришлось с одними товарищами спорить, которые утверждали, приводили примеры. Вот они брали и показывали примеры слияния промышленных компаний российских, банковских. Самый яркий пример – Газпром. Вот они говорили. Газпром – это монополия? Конечно, монополия. Крупная монополия, причем не только в рамках России, она международная монополия. Там ходит. В ее составе есть Газпромбанк. Все, налицо финансовый капитал. Ну, нет, товарищ. По своему определению, что такое финансовый капитал, я повторяться уже не буду. Это мы должны начать банковского, который сращивается с промышленными, при определяющей роли первого. Мне пришлось поднять статистику. Последний годовой отчет был за 21-й год. Газпром давал расшифровку банков, кредиторов. Банки-кредиторы – те банки, которые кредиторы. Удивительницы. То есть, товарищи посмотрели по названию, но до статистики, до глубокого не дошли. Есть в списках Газпромбанк. Там приличная сумма порядка 100, это наиболее миллиардов рублей. Газпромбанк открыл кредитную линию Газпрому. На поле. При этом Газпром ни рубля из этой кредитной линии не взял. Ни рубля. Ну, какой же это определяющий роль этого банка, Газпромбанка, который не может заставить, вроде, тут компания, которая, она ее должен играть определяющую роль, взять хотя бы рубль кредита. То есть, банки на этом и живут. Да, 100 миллиардов, я вспомню цифр. На то порядка более 500 миллиардов рублей, ну, там, в долларах, конечно, не верят, были взяты в крупнейших банках, в настоящих банковских монополиях интервестиссии держав. И там у нас встречается через Манхэттен, ой, Джиппи Морган банк, и Суми Тома, и Митсуи японский, и банк Париба французский, и там один и немецкий, и так далее. Вот оно как получается. Интересно. И причем действующие кредиты, и так, и, понятное дело, что Газпромбанк был попутан. И сейчас, так сказать, эти путы еще остаются. И поэтому, наверное, нельзя говорить, что банковские монополии полностью там поработили, поглотили Газпром монополию, но во всяком случае они имеют огромное определяющие влияние по отношению к тому же Газпромбанку. Как Вы оцениваете переориентацию экономики России на азиатские и африканские страны? Это вынужденный мир, деваться некуда. Как же вот между собой отношения, можно охарактеризовать отношения внутри мира капитала, капиталистического мира, между капиталистическими странами? Это братские отношения. Но, одним словом, какие отношения? Конкуренции. Конкуренция – это что такое? Это борьба за свое существование. Борьба за прибыль, борьба за существование. Чтобы выжить в капиталистическом мире, что нужно сделать? Подавить конкурента. Если ты не подаешь, тебя подавят. Вот сейчас Россию выдавили. Кто выдавил Россию? Скотизат, Минус, ну, Штаты имеют. Но российский капитал, сути, достаточно крупный капитал. Пытается, сопротивляется. Поэтому уходят. Это пример передела сверхвлияния, который идет постоянно. Это навсегда? Конкурентная борьба навсегда. До того, когда в этих странах произойдут социалистические революции и будет построен Сталин. Как вы прокомментируете экстренное уничтожение Килибанка? Экстренное? Да. Ничего не могу сказать. Что может быть добавится? Значит, история вспомнила. В начале 90-х годов сколько было коммерческих банков? Если не ошибаюсь, 3,5 тысячи. Затем пошел процесс какой пошел? Конкурентные борьбы. В основном, плюс, есть так называемый регулятор. Регулятор Центральный банк, который следит за тем, что и банки эти более-менее прилично работали и не мошенничали. Не выводили и законы, и капиталы, и прочее, прочее, прочее. И вот, к сегодняшнюю дню, по-моему, 350 действующих банков. Вот насколько сократилось количество банков. Там два процесса было. Во-первых, в ходе конкурентной борьбы отпадали банки. И второй, Центральный банк, отзывал лицензии. По той причине, что банки, ну, примошенничали. Вполне возможно. Сейчас подмешивается что еще? Ну, специальная военная операция. Так? Когда уже идут структурные военные действия. И, конечно, отслеживается то, какие идут денежные потоки и куда. Это мое предположение. Либо там настолько уже все было разворовано, что такое было легче набера. Ну, я думаю, что более подобные сформации появятся. Я просто не готов сейчас сказать. Покажем. Спасибо. Дорогие товарищи, что у нас у вас? У нас на пути. Ну, вот. Формы, сущности, исторические типы государства. Вот. От экономического базиса вы переходите к политической настройке. Общественно-экономическая формация – это что такое? Единство базис и настройки. Байческое отношение. Фундаментальное – это вот экономическое производство, то, чем мы занимались. Надеемся, это политическая, идеологическая и прочая надстройка. Основное там государство. И, наконец, будет семинар категории «Сферы понятия». Вы уже можете Кириллу Валерьевичу сказать, что такое понятие. Ну, что я желаю вам успехов. Достижения марксизма ленинга. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»